Недвижимость сегодня все более популярный инструмент получения дохода. Таиланд – туристический центр с растущей экономикой. Объединив два факта, в ближайшие минуты мы поговорим, как заработать на квадратных метрах в этой стране. По статистике рынка 75% недвижимости, которая покупается именно на Пхукете, она покупается с инвестиционной целью. Здесь гораздо больше плюсов, чем в России. Ну и доход с аренды тут, конечно, выше. Многие понимают, что находиться они здесь, в Таиланде, не будут. Инвестиционная привлекательность имеет значение для 70% людей. В том, что недвижимость в принципе может приносить доход, сомнений нет. Вопрос какой? Например, в Европе 5% в год – это хорошо. А как в Таиланде? Ну, гигантских каких-то процентов получить не получается. То есть в среднем можно рассчитывать на 10% годовых от своей недвижимости. Вы удачно купили квартиру в удачном месте, вы можете выйти, наверное, процентов на 12. Это исключение, это хорошее ожидание. В принципе, стандартно это порядка 7% годовых. Сегодня 7, 8, а тем более 10% объективно достойные цифры. Дело за малым – подобрать надежный объект, который может стабильно обеспечивать подобный доход. Самые инвестиционно привлекательные с точки зрения повышения стоимости в процессе строительства и последующей сдачи остаются, конечно же, кондоминиумы. Квартиры в жилых, многоквартирных домах. Их стоимость на порядок ниже по сравнению с виллами и, соответственно, спрос на них всегда выше. Важный для успешной инвестиции вопрос – когда лучше покупать апартаменты? То, что цены по ходу строительства растут – отнюдь не тайская специфика. Другое дело, что в Таиланде рост этот бывает значительным. Так что схема купить еще на стадии котлована, продать по завершении строительства – вообще-то мало где по-настоящему выгодное. На Пхукете может оказаться таковой. Продажи в жилом комплексе, который строится вот за моей спиной, начались два года назад. При этом здесь в этот момент росли пальмы и падали с веток бананы. Никакого строительства – никого намека на него еще не было. Первые строительные краны появились в этой точке один год и три месяца назад. Через девять месяцев строительство будет закончено, но те, кто поверили в проект и вложились в него два года назад, смогут неплохо заработать. На начальном этапе квартиры продавались по самой низкой цене от трех миллионов бат. Сейчас те люди, как раз таки, которые приобретали эту квартиру, в данный момент они ее перепродают. И вот за вот этот промежуток они могли смело заработать уже порядка там 600-800 тысяч бат. То есть это практически 25-26 тысяч долларов. Активно цена начинает расти, когда они уже приступают непосредственно к стройке. Пока они подали документы, цена еще не так сильно растет. Есть объекты, которые, да, сортовали на Банктаун, 2,4 у них была стартовая, однокомнатная квартира. Потом в этапе стройки можно эту же было квартиру купить за 3,7 миллионов бат. 50% рост всего за пару лет – это, конечно, фантастика. А значит, частный случай и рассматривать ее как обычное дело нельзя. Но для нас тут важнее зафиксировать, в каком случае инвестиция может оказаться не столь выгодной. Была совершена покупка, скажем так, не очень удачном проекте на последней стадии. К примеру, допустим, выбирали из последних двух-трех квартир в доме, когда осталось уже, скажем так, самое неудачное по местоположению и самое дорогое по цене, потому что дом уже подходит к моменту сдачи проекта. Собственно, характеристики объекта. Разумеется, они тоже могут сыграть как за, так и против вас. И в этом нет ничего специфически тайского. Просто нужно помнить, что апартамент должен нравиться не только и не столько вам, сколько будущим арендаторам. Ваш объект надо оценивать, исходя из их пожеланий. Первое – где находится этот дом, эта квартира. Второе – я бы обратила внимание, сколько еще квартир подобных в этом же доме. То есть, сколько у вас будет, грубо говоря, конкурентов на эту сдачу. Ну и, конечно, что предлагает сам комплекс. Эта сдача будет хорошо, если у вас есть свои рестораны, какой-то сервис. То есть, вот эта вот определяющую роль играет. На Пхукете арендный бизнес развит. Если вы правильно подобрали объект, то наверняка сможете зарабатывать пассивно, не принимая участия в процессе. Вероятно, контракт вам предложит сама управляющая компания, которая уже работает в кондоминиуме. Тут, кстати, важно решить для себя – планируете ли вы сами хоть иногда отдыхать в собственных апартаментах. Вы не ищете себе клиентов, вы не участвуете в оплате коммунальных счетов, счетов за электроэнергию и так далее. Вы просто инвестируете деньги, ждете конца строительства этого кондоминиума и получаете доход, при этом имея возможность периодически отдыхать. На Пхукете очень много разных систем владения недвижимостью, и одна из них – это порядка 7-8% годовых, но тогда вы приезжаете в низкий сезон, или же по согласованию с оперирующей компанией вы можете договориться, какой процент вы оставите компании в виде вознаграждения, а какой процент, соответственно, вы получите. Но тогда вы можете пользоваться в любое время, в любой сезон, можете пользоваться вашей недвижимостью по вашему осмотрению. Рассмотрим на конкретном примере, как может выглядеть предложение управляющей компании и в чем будет ее и ваш интерес. Ближе к окончанию стройки данного проекта сюда уже будет привлечена наша же собственная управляющая компания. Именно она будет выстраивать всю эту маркетинговую инфраструктуру для привлечения туроператоров, различных систем бронирования и так далее. Даже при самых пессимистичных расчетах, при той загрузке в низкий сезон, там около 50%, высокий сезон около 90%, уже есть возможность заработать в районе 8% от стоимости своей квартиры при самых минимальных на это ценах. Покупатель может выбрать гарантированную программу, 7% стабильно получать в год, либо он может выбрать программу Rental Pool, когда его прибыль исходит от фактически заработанной прибыли управляющей компании, и она может варьироваться. Но в районе 8-9% на первый год мы ожидаем. Итак, есть два варианта. Первый – Rental Pool, когда ваш доход зависит от того, насколько успешно будет сдаваться объект. Второй – заключение договора по программе с гарантированной доходностью. Договор по ней заключается на три года, то есть покупатель, вступивший в нее, получает стабильно 7% от стоимости своей квартиры. Эту сумму он узнает первый же день бронирования. Эту сумму он получает по истечению первого года сдачи объекта. Таким образом, управляющая компания делает в течение трех лет. Спустя три года стоимость самой квартиры увеличивается, соответственно и ожидания владельца за сдачу в аренду тоже могут увеличиться. Поэтому у него есть возможность вступить в Rental Pool и при этом зарабатывать в соответствии с актуальными рыночными ценами на сдачу квартиры в аренду. Какую схему выбрать? Ответ зависит в том числе от вашей психологии. Журавль в небе? Синица в руках? В текущей экономической ситуации, когда цены на Пхукете растут вместе с туристическим бумом, большинство инвесторов предпочитают схему с негарантированным, но потенциально большим доходом. Но каждый случай индивидуален. Я бы советовала в первые пять лет отдать ее под управление толковой компанией. Вы можете получать порядка семи-десяти процентов годовых. Я на самом деле всегда даю один и тот же совет, и я в него верю. Это уже показывает практика. Первый год всегда нужно брать гарантированный доход. Вот прям первый год, там сколько-то там, семь-восемь процентов. А потом внимательно смотреть по заполняемости, по раскрутке уже этого проекта и скорее всего переходить на Rental Pool или уходить вообще в свободное плавание, там искать менеджмент, какой-то управляющий компанию, там нашу, не нашу, то есть любые какие-то компании, которые будут брать в управление этот объект. Ну и таким образом он даст больше. В заключении вот о чем. Говоря о доходных апартаментах на курорте, мы чаще рассматриваем их краткосрочную сдачу туристам, разумеется, в лучших пляжных районах. Но на Пхукете апартаменты успешно сдаются и на долгий срок тайцам или иностранцам, работающим в Таиланде. Такие варианты могут располагаться и за пределами курортных зон. Подробнее о нетуристическом Пхукете и возможностях, которые он открывает, в одной из следующих серий. Будем рады новым встречам.